Сегодняшние служители церкви объясняют нам, что мы должны верить в концепцию Троица, которой, кстати говоря, в самой Евангелии нету, но не суть. В этой Троице, как они говорят, есть три индивидуума, три участника, три ключевые фигуры. Иисус, Сын Божий, Бог Небесный, Отец и третий это Святой Дух. Но, как они объясняют, все они не три разных божества, а три единых. И многобожием это не называется, а называется единобожием. Окей, я не буду спорить, предположим, тут интересно другое. Главное лицо во всей христианской религии, друзья мои, это Иисус. Я думаю, с этим согласятся абсолютно все. Он на всех иконах, он на всех крестах, он во всех книгах, о нем все говорят, даже фильмы про него снимают. Очевидно, что ключевая личность во всей христианской религии это Иисус в мире ему. Окей, давайте обратим внимание именно на него. Как вы думаете, говорил ли Иисус в мире ему сам, своими устами, буквально и дословно? Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дожди нам днесь. И так далее, до слов аминь. Как вы думаете, говорил ли так сам Иисус в мире ему? Давайте я отвечу за вас, потому что я сам по сути разговариваю с собой. Нет, конечно, друзья мои, Иисус в мире ему так никогда не говорил. А почему он так никогда не говорил, как вы думаете? Опять же, я отвечу сам себе. Иисус в мире ему так никогда не говорил, друзья мои, как минимум, как минимум, потому что он не был русским. элементарно просто скорее друзья мои иисус мир ему был евреем ну или как минимум как минимум иудеи поэтому иисус мир ему на русском не разговаривал я думаю это ясно окей а на каком тогда языке говорил иисус мир ему как вы думаете а он друзья мои говорил на древнем арамейском вы можете погуглить и вот тут друзья мои у меня возникает два вопроса буквально два вопроса вопрос номер один смысл тогда вообще выговаривать отче наш на старославянском и мучить себя когда это не язык иисуса мир ему просто перевод на язык который уже давно никто не использует ну и второе раз иисус мир ему говорил на арамейском языке может все таки стоит посмотреть как именно конкретно он своими устами обращался к богу небесного в своих молитвах это ведь логично окей давайте по порядку как по арамейски на котором говорил как раз таки сам иисус мир ему звучит слово бог сейчас посредники в рясах очень нервно наверное ёрзают на стульях потому что гусармани на них отнимают кусок хлеба а все же как по-вашему звучит по арамейски слово бог можете опять же погуглить бог по-арамейски друзья мои звучит как эллах эллах о мой бог эллах им секундочку значит как именно иисус мир ему своими устами обращался к богу небесному давайте вместе эллах эллах им а вам не кажется это странно нет это вам ничего не напоминает давайте попробуем эллах эллах аллах точно аллах так погодите это что же получается что иисус и мусульмане молится одному тому же богу так что ли аллаху вот еще нюанс если мусульмане молится аллаху и иисус молится аллаху потому что в евангелии от матвея говорится что иисус мир ему пал на лицо свое и молился ведь понимаете что значит пасть на лицо это вот как мусульмане вот в земном поклоне так вот если мусульмане молится аллаху и иисус мир ему молится аллаху тогда спрашивается кому друзья мои молитесь вы это на самом деле очень тяжелый вопрос подумайте об этом досуге и всего вышесказанного можно сделать один очень простой и логичный вывод истинный бог славян это аллах примите мои поздравления друзья мои оказывается у нас очень много общего хоть вам это приятно слышать хоть вам это не приятно слышать ситуация от этого вообще ни капельки не меняется если я лично вам не внушаю доверия да без проблем почитайте льва николаевича толстого он очень точно описал в произведении в воскресенье весь масштаб просто в воду людей в заблуждении относительные религии этими самыми посредниками в рясах например описывая один из церковных обрядов лев николаевич толстой говорит о том что никому из присутствующих в церкви почему это не приходило в голову того что тот самый иисус мир ему как раз таки запретил все то что делалось там никому из присутствующих не проходила в голову того что все что совершалось в этой церкви было величайшим кощунством и насмешкой над тем самым христом именем которого совершая все эти странные обряды поедания его плоти и испитие его крови никому не приходило в голову того что злоченый крест который священник давал целовать людям это было ничто иное как изображение той самой виселицы на которой был казнен как раз таки самый иисус мир ему как вам такое друзья мои окей давайте по другому папы говорят что крест на котором как они утверждают был распятый замучен до смерти иисус мир ему они говорят что он священный они вешают его на шее они вешают его в квартирах они вешают его на своих огромных джипах да и в целом они утверждают что крест это объект благословения и исцеления хотя как я понимаю как я понимаю они по-хорошему должны были бы этот крест просто отвергать и ненавидеть почему да потому что в данном случае крест друзья мои это символ олицетворение несправедливости угнетение крест друзья мои это символ отвратительного способа убийства иисуса мир ему его мучений но они его почему-то вешают на шее так далее одни противоречия мусульман друзья мои иисус мир ему считается одним из величайших пророков хотя папы пытаются доказать своим прихожанам будто мусульмане отвергают иисуса мир ему вообще на самом деле подмена понятия вот сами смотрите если вы не обожествляете своего отца или маму разве это значит что вы их предаете или отвергаете или проявляете к ним неуважение нет конечно просто вы знаете должный статус отца матери и их положение ваши родители не боги их нельзя обожествлять но также и нельзя относиться как каким-нибудь врагам незнакомцам и так далее вы должны их уважать почитать слушаться и это то что они заслуживают таково их положение а вот обожествление того кто не является богом это друзья мои не предательство это крайность и невежество и не более вы друзья мы должны понимать кто такие пророки такие ангелы такие люди кто такой бог и какой у каждого из них положение статус и так далее нельзя возвышать или принижать кого-то у каждого существа у всех есть свое должное положение статус чему я это говорю в отношении пророков всегда существовало две крайности это либо их обожествление либо же их наоборот их унижение и это на самом деле друзья мои очень важная тема и сейчас вы поймете почему мусульмане понимают что все пророки и посланники они были по природе своей простыми людьми что это значит это значит то что они обладали всеми качествами которые присущи простым людям например они состояли как и любой другой человек из тела плоти они нуждались в еде в воде они как и любой простой человек нуждались души туалете в одежде их так как любого другого человека рожают женщины у них есть родственники у них и дяди тети они спят болеют умирают них болит живот они я не знаю заболевают где гвайт насморк их также как любого другого человека постигают беды они попадают в тюрьмы сгонять домов их обижают обзывают избивают убивают. Короче говоря, друзья мои, пророки и посланники, они по природе своей, это простые люди, как ты и я. И это, друзья мои, подразумевает под собой то, что они не являются божествами. Они не являются ангелами или полубожествами. Почему? Да потому что они не обладают никакими из качеств божественности. То есть, они не являются всесильными, они не являются всезнающими, они не являются всемогущими, совершенными управленцами атомов, молекул, планет, звезд. Это просто на самом деле невообразимо, чтобы какой-либо из пророков был бы на такое способен. Более того, пророки сами постоянно говорили, что они не обладают никакой абсолютно властью, не обладают никакой силой и могуществом. Они постоянно говорили, что вся сила и могущество целиком и полностью принадлежит одному лишь Господу миров и никому больше. Пророки и посланники, друзья мои, говорили, что именно Господь Бог послал их к людям и что только Он один помогает им творить чудеса. Это говорил абсолютно каждый пророк. Например, что говорил Иисус в мир ему? Раз уж мы говорим про него. Иисус в мир ему говорил, я ничего не могу творить сам от себя. То же самое говорили те, кто были до него и тот, кто был после него. А самое главное, друзья мои, самое главное, что говорили, к чему призывали абсолютно все пророки и посланники от первого до последнего, так это поклонение только одному и единственному истинному Господу Богу и никому больше. Например, Иисус в мир ему. Когда сатана обещал ему за поклонение и подчинение ему весь мир, Иисус сказал ему, отойди от меня, сатана, ибо сказано в законе, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Вот вроде бы, друзья мои, человек сам своим языком говорит, поклоняйтесь только Господу Богу и никому больше, и ему одному служите. Я сам по себе ничего не могу, но Бог может все. Я сошел не для того, чтобы творить свою волю, но волю пославшего меня. Вроде бы, друзья мои, все четко и ясно. Вот чистейший единобожий. Но нет, попы в рязах нам объяснять про какую-то троицу. Именно из-за этих знатоков, друзья мои, все церкви как раз-таки абсолютно пустые. И это неудивительно. Все это легко объясняется. Во-первых, друзья мои, пузатые дяденьки на джипах не особо внушают доверие народу. Во-вторых, постоянное внесение денег в кассу за отпущение грехов, это, друзья мои, противоречит чистоте и святости веры в Бога как таковой. Господь, друзья мои, не нуждается в наших деньгах. Наоборот, Он сам как раз-таки имя обеспечивает. В-третьих, друзья мои, люди не понимают эту троебожную единобожность. Люди не могут поверить в эту запутанную концепцию полубожества, троединства и так далее. Люди не знают, кому поклоняться, кому молиться. К Татьяне, Петру, Николаю, Марии, Иисусу, Серафиму, Матрёне. Кому молиться, кого просить. Кто наконец-таки управляет, кто наделяет, кто защищает, кто помогает, кто есть истинный Бог. И почему об этих мини-божествах ничего не сказано ни в одном из писаний. Друзья мои, спросите у любого, просто у любого русского, что такое троица. Я вас уверяю, 90% ничего не смогут ответить. Как вы думаете, почему? Они что, по-вашему, все такие глупые, что ли? Нет, конечно. Наоборот, я лично считаю, что русские в большинстве своем очень образованные люди. И если понадобится, друзья мои, они вам процитируют длинные стихи Пушкина, перескажут вам многотомники войны и мира. И еще расскажут очень много того, что расширит ваш кругозор. Но внятно объяснить эту троицу не могут даже сами служители церкви. Они называют ее тайством. Мол, да тайна такая. Хотя на самом деле, друзья мои, это никакая не тайна. Это просто простая, выдуманная концепция, которая полностью противоречит понятию единобожия, здравому смыслу или хотя бы даже основам математики. Вы поймите одну простую вещь. Три никогда не будет одним. Сколько бы вы ни ухищрялись и ни придумывали. Второе. Эта концепция, она полностью противоречит всей цепочке пророков и посланников. От первого до последнего. А в третьем, друзья мои, такая концепция, она противоречит всем небесным писаниям. И Ветхому Завету, и Новому Завету, и Корану. Более того, в Евангелии даже нет намека на троицу. Или даже обожествление Иисуса, мир ему. Нет ни одного слова, где Иисус, мир ему, велел бы поклоняться ему как божеству. Или полубожеству. Или объявил бы себя Богом. Друзья мои, ну вы же образованные люди. Вы образованные люди. Как вы можете поверить в такое? О чем вообще говорит концепция Тойцева? Хоть на секундочку задумывались об этом, но это же жесть полная. Они говорят, что великий Господь Бог, создатель небес и земли. Что он якобы, а у Забеля, спустился со своего трона в ничтожную маленькую землю, друзья мои. Что он проник в утробу женщины, пробовал там, как и все дети, определенное количество дней в окружении ее внутренностей. Что он развился там в младенца, затем вышел оттуда, как обычно выходят дети, видя новорожденного малютки в крови, в оболочке, с пуповины и так далее. Что Господь небес якобы, как и все дети, пил молоко из женской груди, ел, плакал, мочился. Ему меняли пеленки изо дня в день, из года в год. Он играл с детьми в прятки, в игрушки. И это не все. Потом его Господа Бога, а у Забеля, отдали в школу, где он учился с другими еврейскими детьми, каким-то там человеческим наукам. Затем ему, боже мой, сделали обрезание. И так за 33 года он вырос во взрослого мужчину. Как вы можете поверить в такое? Но это не все. Затем, как они утверждают, иудеи начали гнать его отовсюду. Они его преследовали и в конце концов поймали, долго издевались, мучили и пытали. А затем они надели на его голову колючки, посадили его на осла, подвели к кресту, били его, плевали ему в лицо, заставили его нести крест. Затем привязали ему руки и ноги, пробили их гвоздями. А он в это время, оказывается, звал на помощь и говорил, пощадите меня, пощадите меня. После этого он умер, был похоронен в земле, после он воскрес, вышел из могилы, поднялся обратно к своему трону. Попутно он простил еще всем людям грехи. Скажите честно, вы верите в такое? Друзья мои, я о том же говорю, никто не может поверить в такое. Господь говорит в Коране, не уверовали те, которые говорят, Аллах это мессия, сын Марьям. А также, не уверовали те, которые говорят, Аллах является третьим в Троице. Господь небес и земли, друзья мои, отвергает эту ложь, которую возвели на него псевдослужители религии. Он назвал таких людей неверующими. Это была, друзья мои, одна крайность в отношении пророков и посланников, в частности, их обожествление, как, например, было с Иисусом Меримом. Есть и другая крайность. Давайте о ней поговорим. А именно унижение достоинств пророков и посланников Мерим всем. Мусульмане знают, что пророки были людьми. И они могли ошибаться в том, что касалось обычных каких-нибудь там мирских дел. Но части божественных откровений, писаний, совершений грехов, они, конечно же, были защищены от этого. Как сейчас модно говорить, чтобы вы для себя понимали, кто такие пророки и посланники. Роки и посланники, друзья мои, это избранная элита рода человеческого. Это как раз-таки настоящая лига выдающихся, лучших из лучших. И Господь создал их и сделал их, как пример для подражания людям. Чтобы у нас, у простых грешников, были наглядные примеры. Чтобы у нас было пособие к действию. Примеры для подражания. Чтобы мы стремились совершенствоваться. Совершенствовать свою веру. Совершенствовать свой нрав. Совершенствовать свою покорность. Своё поведение. По их примеру, так, как делали они избранники Господа Бога. Пророки, друзья мои, они были самыми добрыми, самыми храбрыми, самыми щедрыми, мудрыми, набожными, воздержанными, стыдливыми, сострадательными. Самыми лучшими из людей. Я это говорю, друзья мои, для того, чтобы у вас было понимание о том, кто они были такие. Так вот, то, что пророкам и посланникам Господу Бога сегодня приписываются в Писаниях, это, конечно, друзья мои, просто полный перебор. Там говорится про такие ужасы в отношении пророков и посланников, что просто волосы дыбом встают. Там говорится про прелюбодеяние пророков. Якобы они совершали инцесты, были пьяницами, убийцами, интриганами, лжецами, идолопоклонниками, многобожниками, язычниками, предателями, вероломными, лживыми. Я не знаю. Удивительно, знаете, что? Удивительно то, что простых людей в храмах назвали святыми и безгрешными. А пророкам и посланникам приписали в совершении таких мерзких поступков, которые побоится просто совершить самый худший из нас. И это, друзья мои, про тех, кого Аллах избрал из миллиардов. Понятное дело, понятное дело, что эти писания были изменены. Пророки и посланники, они далеки от того, что им приписывают. Мы, мусульмане, любим Иисуса и всех других пророков и посланников миром всем. Мы не обожествляем их, но мы их также не унижаем. Мы подтверждаем в отношении них такой статус, который узаконил сам Господь Бог. Не больше и не меньше. Мы считаем их лучшими из людей. Мы любим их больше своих матерей и детей. И мы отвергаем все то, что им приписали заблудшие и те, на ком лежит гнев Господа. Таков, друзья мои, серединный путь. И мы являемся мусульманами. Я очень надеюсь, что я никого не обидел и открыл вам глаза на правду. Ас-саляму алейкум ва рахматуллах и ва братья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!